Переулок Катаева-2, несколько десятков метров до Куликова поля. Двор превратился в настоящий наркопритон. Сбытчики прячут дозу в самых разных местах. Наркозависимые связываются с анонимным гилером через интернет. Оплачивают товар, скинув деньги на карточку. А затем получают сообщение с местом расположения заветной закладки. Два-три человека начинают вот здесь в трубу, вот так вот как-то пытаться залезть. Тут рухают, бьют по этой трубе. Она постоянно гремит, выгромыхает. Вот здесь вот так вот постоянно они тоже со всеми этими фонариками смотрят, попрошатся. Периодически вот, вот видите, вот здесь вот они отмостку. Они в стену, они отмостку. По словам местных жителей, фасуют в квартире напротив. Люди неоднократно видели, как собственница заходит в свое жилье через окно. У Вероники свой небольшой бизнес, кофейня. Девушка говорит, что люди просто шарахаются, когда видят такой контингент во дворе. Естественно, предпринимательница несет убытки. Невозможное ведение бизнеса, невозможная жизнь просто здесь, потому что тут все время грязно. Здесь все время какие-то окурки, какие-то закладки. Мы находили шприцы у себя в мусорном баке, который находится рядом с нашим кафе. То есть это уже не смешно, которое с кровью, это выглядит отвратительно, это отпугивает в первую очередь, и это страшно. С недавних пор во дворе начали пропадать вещи, все, что плохо лежит. Начиная от мопедов и уличных столиков, заканчивая цветами. Периодически люди под своими окнами наблюдают такую картину. Полиция на рассадник наркомании никак не реагирует. Люди в отчаянии, ведь не жить спокойно, не заниматься бизнесом в такой ситуации невозможно. Все цветы переворовали. У меня в прошлом году все стащили на глазах практически. Ну, естественно, и у нас дети здесь во дворе. Конечно, сами понимаете, что-то с ними надо делать. Были обращения непосредственно и к участковому, и 102 вызывали. Они хихикают, скажем так, и говорят, вы будете оформлять? Я говорю, да, давайте будем оформлять заявление. А на кого? Разводят руками? Ну, то есть они говорят, не на кого же оформлять. Ну, и получается замкнутый круг. Люди обратились к нашей телекомпании, чтобы мы осветили ситуацию. Возможно, после публичной огласки правоохранительные органы начнут выполнять свою работу. Жить в окружении наркозависимых людей означает каждый день подвергать себя опасности. Репортер будет следить за развитием событий в наркокартеле посреди города. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».